Приветствую тебя сердечно, дорогая Шамала. Я тебе так благодарен за то, что ты тогда видео сделал. Вот я хочу всем сказать, кто не видел. Друзья, посмотрите, пожалуйста, видео, которое сделала Шамала. Она сделала там картины мои, и как мы со Средцовым, с Игорем Николаевичем разговаривали, как он там стихотворение прочитал. Посмотрите, кто не видел. Шамала, скажи, как твои дела? Всем здравствуйте. Дела у меня хорошо, всё в порядке. Ну, ты работаешь, чем ты занимаешься? Ну, как уже вы знаете, я занимаюсь созданием видео, фото, снимаю контент. Кстати говоря, когда я собиралась к вам снимать ролик, изначально у меня не было прям какой-то идеи конкретной. И я думала, как это сделать. Хотя потом уже в процессе, когда я подснимала разные моменты, где ваши диалоги и так далее, уже как-то само по себе родилось видео, просто показать вас немножко в другом ключе. потому что, ну, ваша аудитория, она привыкла вас видеть с веб-камеры. И им, допустим, ну, не у всех есть возможность увидеть вас вживую, ваши эмоции, ваши картины. Интересно, интересно, да. И пока я снимала в процессе, как раз-таки вот эта идея сделать просто такой ролик с фоновыми разговорами, поставить атмосферную музыку, просто показать вас с другой стороны, нежели ваши подписчики привыкли вас видеть. Вот. Ты имеешь в виду как человека, да? Ну да. А, понятно. Как же мне все время... О, это очень интересно. А можно я тебе покажу ту картину, которую... Ты подсказала кое-что, я ее начал дарить. А потом мне сегодня подсказал еще кое-что, большой художник, его зовут Ренат. Он в Канаде живет, но такой большой художник. Я потом покажу тебе его картину. Он мне подсказал кое-что. И вот там... Помнишь то, которое ты мне подсказывал? Да-да-да. Что там взял? Помнишь, какая она была вначале и теперь какая? Сейчас более яркая она стала. А Ренат мне подсказал, как ее немножко отклеить от страницы картины самой. Добавить сюда надо, чтобы была композиция такая. И вот она такая теперь, видишь, стала. И глаза, посмотри, какие у нее. Да, глаза... Такие, ну, более чуть-чуть объемные стали. Их видно лучше. Да, вот видишь, как у нас получается коллективное творчество. Да. Я тебе сейчас покажу ромашки, какие я сделал за это время. За это время. А тут одна девушка звонит, я хочу купить вашу картину. Я говорю, это невозможно. Она говорит, почему? Я говорю, они уже принадлежат человечеству. Посмотри, какие ромашки. Мне понравилось, я там случайно сделал божью коровку. Угу. И на этой картине уже специальность сделала. Так интересно. Интересно, да, правда же? А там, посмотри, сколько дневных ромашек. Да, видно. Еще две там, и здесь две. Еще две. И там, видишь, девушка улыбается. Угу. А я тебе скажу, что Николай Сорокин, который проводится великие имена и праздники науки, ну, он такой грамотный, очень компетентный человек, он сказал, что вообще эту белую ромашку можно сделать брендом, потому что это цветок любви. Ну, мне это очень понравилось. Мы с ним тоже потом будем разговаривать, и он тоже кое-что интересное расскажет. Он вообще посоветовал там открыть утипедию и посмотреть, сколько, оказывается, разных видов этой белой ромашки. И вообще ромашки, и она же и хрозантема, она же и то-сё. В общем, это огромное море там. Кто не видел в Википедии, посмотрите. А вообще, кто не видел, что посмотрите, как мы с Николаем Сорокином беседовали несколько дней назад. Он там очень интересно это рассказывает. Слушай, Шама, ты такая умница. Я хочу каким-то образом сделать, чтобы мы могли сотрудничать, и чтобы ты ещё в виде наше делала. Потому что ты очень так искусно сделала. Такое у тебя, оказывается, мастерство у тебя большое. Спасибо. Как ты это хорошо чувствуешь, тонкости. Ну-ка, расскажи, как мы можем тебя продвинуть? Как вы можете продвинуть? Ну, например, если бы у меня был свой блог уже, который я давно веду, развиваю, у меня есть своя тематика блога, то в таком случае мы могли бы какие-то точки соприкосновения найти. И чтобы было полезно, что ли, допустим, мы сделаем какой-то совместный ролик, я могу чем-то полезным делиться и с вашей аудиторией. И таким образом мы могли бы и в мой блог привлекать аудиторию. Но пока что на данный момент у меня своего блога нет. Ну, есть там страницы, но они так, для себя. Вот, поэтому это пока что открытый вопрос у меня внутри. Как этот блог делается? Может, мы сейчас школой подключимся? Впрочем, у нас же там только на YouTube-канале 207 тысяч подписчиков. И в Telegram у нас 12 тысяч подписчиков. У нас много каналов. Мы все можем... Там делается блог. Ну, это такой немножко обширный вопрос, потому что кто-то просто снимает себя такой, какой он есть, ведет свой канал, и у него набирается аудитория, и у него получается таким образом. Ему не нужно продумывать что-то. Есть блоги, которые придумывают человеку образ, который он будет показывать, условно говоря, в интернете, и работают над этим образом. Можно таким образом делать блог. Ну, вообще, мне кажется, способов очень много. Главное найти то, что получается лучше всего у человека. Ну, то, что ты любишь, да? То, что ты любишь, да? А у тебя что лучше всего получается? Сейчас я это говорю. И найти то, каким образом это показывать, чтобы это нравилось людям. Ну, тут тоже нужно путем подбора, как и у вас в методе. Вот. Какой ваш вопрос был до этого? У меня такой вопрос был, что мы можем все включить со всей нашей школы человек будущего Homo Futurs, и тебе помочь. Вот я думаю, как надо это сделать? Может, всем предложить посмотреть твою страницу, которая у тебя есть, с этого начать? Ну, просто дело в том, что на моей странице там просто мои фотографии, какие-то личные фотки и все. Там нет чего-то такого, допустим, ради чего человек мог подписаться, остаться, чтобы в дальнейшем какую-то пользу получать. Или какие-то эмоции. Ты можешь нашу встречу сегодняшнюю вот сейчас там расположить у себя, как иголочку, которую потянешь, или ниточку потянешь, и потом клубок размотается? Ну, это немножко неправильно будет для меня, потому что я... Вообще, свой Инстаграм, я его особо не веду сейчас, и просто вот так ворваться с роликом, где я еще разговариваю, общаюсь, мне немножко быть сложно. Хорошо, хорошо. Давай придумаем. Давай придумаем. Давай предложим всем нашим участникам, которые посмотрят сейчас наш ролик, чтобы они свои советы написали. У нас же много самых разных людей. Ну, да. И кто-то может дать такой совет, от которого мы даже не ожидаем. Действительно, может, какую-то мысль, на какую-то мысль меня наведут. Буду очень благодарна. Слушай, а у тебя в Инстаграме, да? Сейчас же, говорят, Ютуб как бы хромает немножко вообще. Но я делаю и в Ютубе, и в Телеграме, и в Инстаграме у нас есть. У нас есть еще ВКонтакте, и еще где-то в Одноклассниках у нас есть тоже. А скажи, пожалуйста, ты только в Инстаграме, ты где хочешь, чтобы у тебя было это? Ну, вообще, в одно время я даже снимала влоги на Ютуб, вот, и хотела на Ютубом заниматься. Потому что, знаете, Инстаграм такая площадка, где все больше нацелено не на какую-то живость, искренность, а там все больше должно быть вылизанное, там нужно показывать какую-то идеальную жизнь, там больше такой формат. Есть еще ТикТок, но он сейчас в России не работает, но там есть обходные пути. Вот, и в ТикТоке, наоборот, тренд на максимальную естественность. То есть там особо люди не идеализируют свою жизнь и так далее. Вот, но эта площадка для меня слишком такая, ну, там как-то не хотелось мне его вести. А вот Ютуб в одно время я даже снимала влоги. Я вот в горы ездила, и оттуда снимала ролик о поездке и так далее. Вот, но потом я его скрыла, канала. Вот, и так что у меня есть Ютуб и есть Инстаграм. Вот. Понятно, понятно. Ну, подумаем. Мне очень приятно будет тебе каким-то образом. Ты такая творческая у нас личность, такая творческая. Да, так что очень хочется, чтобы мы дружили и создавали новое. Было бы круто. Да. Спасибо тебе, Шамала. Спасибо большое. Нам тоже спасибо большое. До встречи. Посмотрим, что нам напишут. Да. До встречи. Маме привет не забудь. Обязательно. Всего доброго. Сегодня. Да. До встречи.